Привет! Помните, когда мы переезжали, я говорила, что меня ждут еще перемены и что я очень переживаю? Я не говорила конкретно что, но обещала, что я расскажу в скором времени. Ну и прошло уже несколько месяцев, я до сих пор ничего не рассказала. Некоторые обвиняют меня в том, что я хайпую, что я что-то там сочиняю, специально говорю, на самом деле ничего нет. Прежде чем я расскажу то, о чем я хотела сказать и причину моего переживания и какие же перемены меня ждали, я скажу, что, ну не смеши, если бы у меня на канале там было миллион подписчиков или хотя бы там 500 тысяч или 3 миллиона, 10, или я была бы какая-то очень известная личность, то да, был бы в этом смысл, там что-то сказать или где-то что-то неправду, как бы, да, вот это вот хайпить специально, чтобы привлечь интерес людей, да. Для чего вот мне конкретно говорить неправду, обманывать, что-то сочинять, там. У меня что, канал такой прям знаменитый, я что такая знаменитая блогер, что сейчас я что-то там заинтригую, и мне начнут все звонить, приглашать на передачи, там, подписчики-то вообще просто по 100 тысяч начнут добавляться, прям вообще деньги потекут ко мне рекой. Ну смысл, вот действительно смысл, вы сами подумайте. Если я что-то говорю, то говорю, это никак, вот смотрите, вы попадаете на канал, допустим, да, вот пришли первый раз ко мне, вы меня знать не знаете, да, и какая вам в принципе разница, что я там хочу рассказать, вам абсолютно это неинтересно, интересно только тем зрителям, которые меня смотрят не первый год, тем, да, возможно, интересно, но это никак не влияет на сам канал, то есть на его рост. Ну да, конечно, работа блогера во многом заключается в том, чтобы привлечь аудиторию, да, где-то интригу какую-то, да, где-то что-то не сказать, где-то что-то не досказать, чтобы, да, там людям было интересно, чтобы люди ждали видео, чтобы они там гадали, там, думали, о, что-что-что, интересно же, интересно же, ну действительно, да, так и названия тоже пишутся, если там писать, к примеру, я гуляю в парке, пью чай, да, ну, навряд ли, да, большой аудитории будет интересно, а если ты уже что-нибудь там этакое напишешь, то да, ты будешь больше привлекать просмотров, да, больше привлекать аудитории, потому что даже люди, которые тебя не знают, которые на тебя не подписаны, они, если увидят в рекомендациях твоё видео, они, возможно, заглянут и посмотрят, и, возможно, даже останутся, да, ну, то есть там, да, есть такое, конечно, безусловно, без этого никак, как, и когда, ну, я снимаю видео, и когда я, ну, монтирую, когда я там, самое сложное, кстати, для меня это название придумать, потому что одно и то же, и не знаешь уже, как бы, как, что написать, это вообще самое сложное для меня, и, конечно, ну, думаешь, чтобы как так сделать, название какое-то, да, там, написать, там, картинку какую сделать, чтобы больше людей захотело посмотреть, да, безусловно, но это, опять же, своего рода работа, да, то есть ты думаешь, обдумываешь, как лучше сделать, чтобы было продуктивнее, да, но, ну, как сказать, влогеры, да, вот как я, например, которые по большей части снимают свою жизнь, да, это сама по себе такая тема, скажем так, в очень редких случаях, когда удается, да, действительно набрать очень много подписчиков, набрать большую аудиторию, которую, там, тебя будет смотреть, и которым будет все интересно, на самом деле, это такое, знаете, тухлое направление, потому что, ну, ты показываешь свою жизнь и показываешь, да, ну, как бы, не всем это интересно, люди, в основном, там заходят, им какая-то тема конкретная, интересная, они заходят, смотрят, вот, поэтому, если я что-то когда-то говорю, то я по большей части, ну, бывает не специально я говорю, бывает я специально говорю, чтобы подогреть интерес своих зрителей, своих зрителей, чтобы они про меня не забывали, потому что действительно, ну, я делаю свое дело и хочется отдачи, да, ну, если я не буду стараться, то, в принципе, да, смысл, я этим занимаюсь, все равно, ну, какие-то моменты, да, нужно учитывать, но за пять лет, да, если я уже неправильно посчитала, сколько я на ютубе, никогда в жизни я ничего не придумала, ничего не сочинила, ничего там сверхъестественного не сказала, все по правде, я не придумывала, что мы там олигархи какие-то, как некоторые это делают, я не придумываю какие-то там еще моменты, там, знаете, не выставляю себя тем, кем я не являюсь, то есть у меня все максимально реалистично, в общем, как какие мы в жизни, такие мы и на камере, то есть нету ничего такого, что, знаете, я там сижу сценарий, пишу, на следующий день это все, так сегодня я скажу, что, например, то-то, то-то, нет, такого нет, хотя вообще такая тема в блогерстве существует, да, что многие так делают, и еще раз повторю, что это работает у популярных каналов, у популярных, дверь сама открывается, молодец, красиво, молодец, моя хорошая, мы там что-то купили, она положила в сумочку, это работает у популярных каналов, да, там, например, люди смотрят, о-о-о, там, у них когда есть, да, например, 500 тысяч подписчиков, но каждое их видео смотрит, к примеру, 40 тысяч, да, подписчиков, то есть им хочется всю аудиторию охватить, да, а это, ну, много, да, 500, миллион, это много, поэтому они как бы что-то там сочиняют, что-то там делают, чтобы привлечь, а когда у тебя маленькая аудитория, и по факту, ну, ничего там, знаете, особого выхлопа не ждит, и хоть что насочиняй, хоть что там сделай, ничего такого не будет, знаете, вот, поэтому вот так вот, так что я даже не вижу в этом смысла, если честно, я даже не представляю, что я бы могла что-то сочинить, но я же не собираюсь уходить с ютуба сейчас, да, я не собираюсь, я собираюсь дальше вести свой блог, ну, да, и я думаю, вот, если бы я что-то сочинила или придумала, а потом бы так не было, а люди же наблюдательные есть, которые вообще там досконально все смотрят, и я думаю, ну, это же капец позорняк, это как можно так сделать, ну, то есть для меня это позорняк, то есть мне это как бы стремно, то есть для меня стремно что-то выдумывать, придумывать, говорить то, чего нету, то, к примеру, там, как некоторые, делать вид, знаете, что там, там муж, не знаю, охранник, а делать вид, что муж там олигарх, или там выпендриваться и говорить, вот я там сегодня, там, не знаю, в спа-салон ходила, а на самом деле никуда не ходила, сидеть сочинять, там, или еще что-нибудь, ну, то есть для меня это стремнота, стремнотовая, и вообще какая только может быть, вот. так, что-то там бюро мне присылает, что-то насчет школы, вот. Поэтому я хотела вам сказать, что если вы первый раз смотрите это видео, то добро пожаловать, здесь все как есть, все как по-настоящему. Расскажу то, о чем я хотела рассказать. Дело в том, что, ну, все знают, что у меня муж по строительству работает, и работа у моего мужа нестабильная, бывает, что есть, бывает, нету, и особенно, ну, вот в зимнее время очень часто бывает, что работы нету. Ну, есть, но недостаточно. Когда теплое время, то есть там, особенно вот лето, весна, тогда вообще, да, работы больше всего, и бывает сразу несколько, то есть муж с одной там едет на другую, на третью, но бывают периодически тупники. Ну, даже не всегда это связано с сезоном, но зима всегда хуже, чем это. Но бывают тупники, да. У нас семья большая, трое детей, да, и, конечно, нужно всех содержать. Муж у нас кормилец наш, добытчик. Ну, и такая представилась возможность уехать и заработать денег, уехать за границу на заработки. Я сначала, конечно, не хотела, я говорила, что да ты что, нет, куда, там туда-сюда. Да, но потом, когда я поразмышляла, я подумала, что, ну, что тут такого, ну, что здесь он ходит на работу, или там он будет, ну, предлагали достаточно хорошие деньги. И я думала, что ничего страшного, я справлюсь, я женщина сильная, я справлюсь. Ради детей, ради нашего будущего я потерплю. Потому что, ну, действительно, на очень хороших условиях предлагали. И надолго, скажем так, на год, на два. И сначала мы разговаривали на год, но потом мы обсуждали, что если будет действительно хорошо будут платить, четко, как надо, много, то задерживаешься еще там. Ну, конечно, за это время он бы приезжал еще, да, там, раз-два в год. Ну, я подумала, что надо, надо нам потерпеть, всем потерпеть, потому что мы привыкли всегда находиться вместе, мы привыкли быть друг с другом. И, конечно, для нас это было бы очень тяжело. Но я решила пойти на это. Почему я очень... Сейчас многие поймут видео мое в машине, когда я... Ну, вы, наверное, помните, да, когда мне предстояла операция, я такое видео записала, там, как мои переживания, что мне делать, как поступить. И я еще там тоже обмолвилась, что еще есть один момент, почему я сильно переживаю. Как раз операция совпала на те числа, когда муж должен был уезжать. И поэтому я очень переживала, что мне сделают операцию, и муж уедет или раньше, или позже. И когда мы с врачом разговаривали, он говорит, ну, ничего страшного, типа, я тебе сделаю, муж тут не нужен. Ну, как он так нормально отреагирует, говорит, ничего страшного, это, что, родственников нету. Ну, я переживала, конечно, понимаете, да, это не такая операция, что ты сделала и поскакала, как пчелка, да. Поскакала, как пчелка. И, конечно, понимаете, я очень переживала. И поэтому вот с этим было все связано. Не из-за того, что я там прям очень боюсь делать операцию, или я не хочу ее делать, или еще что-то, я как раз переживала, что не будет мужа рядом, не будет поддержки рядом, помощи рядом, потому что я, ну, какое-то время физически была бы неактивна, да, так, как сейчас. Потом так получилось, что стали оттягивать. На неделю, еще на неделю. Мы как раз, когда переехали в месяц Рамадан, он должен был уехать даже раньше, чем будет Байрам. Но, опять же, сказали сначала раньше, потом сказали позже, после него. И мы все ждали. То есть завтраками кормили-кормили. Я была как на пороховой бочке, вся уже извелась, потому что, не знаю, с операцией тоже ничего не получилось. Из-за того, что, опять же, я скажу, из-за того, что нас закрыли. И поэтому операции отменили. Операцию не получилось. И тут муж как раз был дома. И я думала, блин, хорошо бы, если бы мы ее сделали. Вот он дома-дома-дома. И вот этот момент ожидания. Через 10 дней, через неделю, опять, там, через 2 недели. И поэтому я в видео и говорила, что ждут еще перемены. Но я не могла говорить раньше, потому что, ну, я посчитала, что это как-то глупо раньше времени говорить о том, что еще, чего еще нет. Да, документы муж все подготовил. Все уже было оформлено. Все, пожалуйста. Он должен был только взять чемодан и уехать. Все. Но там какие-то проблемы начались. То есть, в общем, не получилось. Не получилось. И муж уже потом это понял. Мы все это поняли. Я вообще сразу поняла. Почему-то я муж сказала, что мне кажется, что не получится. Потому что, во-первых, ну, не знаю, я так почувствовала. Я говорю, мне кажется, не получится. Я говорю, ну, конечно, хорошо, если получится, раз я уже на это подписалась, согласилась. Но говорю, мне кажется, что не получится. Но все равно при этом я переживала, конечно. Остаться одной с тремя детьми, как бы без мужа на долгое время, это, я думаю, что волнительно. Ну, и вот как раз, почему я так долго не говорила. Потому что нечего было говорить. Потому что я думала, что муж сейчас уедет. И я по факту скажу. Вот, всем привет. Муж уехал, я теперь одна. Теперь будете наблюдать, как я одна справляюсь, как живу. И вообще, что происходит в моей жизни без мужа. Соответственно, я не говорила. И потом, получается, я хотела рассказать, что ничего не получилось. Ну, снять вот это вот видео, которое сейчас снимаю. Но, опять же, я думала, когда муж заберет документы, когда уже точно будет, что уже он не едет. Скажи, что ее нету, она на день рождения пошла. Там. Скажи, что на день рождения она пошла. И Радочка на день рождения пошла. И, получается, перед поездкой на море муж только забрал все-все документы. Там паспорт, вот это все, что нужно. Ему вернули деньги, потому что там тоже нужно было определенную сумму денег вносить. И все. Поэтому вот сейчас я рассказываю. Вот как раз мы только недавно вернулись с поездки. И вот я рассказываю. Поэтому ничего я там не сочиняла. Ничего я там не хайп. Я помню, еще писали, что типа, ой, да ничего там нет. Она просто там специально говорит. Но я еще думаю, ну-ка, для вас может быть ничего такого. Но для меня это было такое. Очень даже такое. Остаться на долгое время без мужа. Сейчас все обломилось. Поэтому я вам просто рассказываю то, что было, чтобы вы понимали. Понимали мое волнение. Я уже затронула тему операции. Скажу, что операцию я собираюсь делать, но мне нужно похудеть. Вот. Потому что врач сказал, что будет тяжело. Что нужно скинуть. И желательно, чем больше, тем лучше. Потому что лишние килограммы будут утяжелять процесс восстановления. И вообще, ну, сама операция такая. И, в общем, ну, и тем более после я уже, ну, вот, какое-то время не смогу же вот так вот прям физически что-то, да, там, упражнения и все такое. Так что вот так. Вот такие вот дела. Так что я не хайпер. Не хайпер. Вот. Все, что я вам рассказываю, я говорю все от чистого сердца. Говорю все как есть. Но я не закончу видео просто так. Так, я скажу, что в скором времени, возможно, ждут очень большие перемены в нашей жизни. Так что оставайтесь с нами. Это уже не связано с поездкой мужа. Это уже абсолютно другое. И я не беременна, сразу говорю, не собираюсь. Так что беременность и поездку мужа можете отметать. Это что-то другое. Ну, все. Всех целую, всех обнимаю. И увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok